Дорогие друзья, всем привет, с вами канал G&Dop и это видео гайд по вару на игру Diablo 3 в билде в Вихере. Как только вышел патч 2.4, я зашел на это вар, хотел протестировать билд мощь земли, но на этом варе был одетый билд, старый билд, который был на 2.3, на котором я летал, билд на вихер, и я думаю потестировал его на версии 2.4. Когда я посмотрел рейтинговую таблицу, и там все топы были на рывке, и я смотрел-смотрел эту таблицу, и в Вихере никого не находил, и думал, этот билд полностью умер. Но где-то на 600 местах я начал находить билды на вихер. Меня это очень удивило, я посмотрел ихние билды, начал свой билд тестировать, и вот сейчас расскажу про свой билд на вихер, на обнове 2.4. Мой билд немножко отличается от тех билдов, которые есть в рейтинговой таблице, и я одевался точно так само, как в таблице, и у меня получалось проходить гораздо сложнее, чем как я сейчас одетый. Итак, давайте начнем со шмоток. Одеваем полный сет гнев пустошей. В руки одеваем сетовые булки, это мои старые булки, потому что я новые пока не выбил, в новых, которые сейчас падают, тут, как видим, только 3 стата основные, сейчас которые выбиваются, и там уже есть 4 стата. В 4 стат берем урон по области. Шею одеваем амулет адского пламени, это для того, чтобы взять пятую посилку. Одно кольцо берем единство, для повышения нашей стойкости, но естественно нужно поставить же единство и своему спутнику, про это тоже нужно не забывать. Второе кольцо берем собрание сихий, это для повышения нашего ДПСа. Очень важный момент, это выбить хороший пояс у гордость Кассия. А именно, чтобы было на нем не 4, не 5, а 6 секунд к увеличению длительности скилла стойкость к боли, потому что наша выживаемость очень сильно зависит от этого скилла. Какие взять наручи, я очень долго думал. Для данного билда, в принципе, нету хороших наручей. Я взял именно эти наручи, это наручи силача, с одной причиной, потому что у меня у спутника стоит такая шея, есть шанс того, что он к себе мобов стянет. Я вот думаю, когда он мобов к себе стягивает, запускается пассивка данных наручей. Среди моих скиллов нету ни одного скилла, где бы я мог бы мобов либо подбросить, либо отбросить, либо притянуть. Но такая возможность есть у спутника, и я надеюсь, что когда спутник стягивает мобов, данные наручи работают. Итак, давайте теперь посмотрим на камешки, которые стоят у нашей бижи. Итак, первый камешек это Тхэррик, это нам дает и стойкость, и ДПС. Второй камешек Проклятие Плененных, для повышения нашего хорошего ДПСа по боссам. Третий камешек я себе ставлю Проклятие Сильных. Я думаю, это очень хороший камень, но его много кто недоценивает. Во-первых, вторая пассивка повышает 15 к урону по особым монстрам. Получается, мы по элитке и по боссу будем на 15% больше урона наносить. Плюс еще 20% после убийства элитки. Когда я проношу портал, с меня эти 20% никогда не слетают. И когда я дохожу до босса, у меня тоже этот камень включенный. И я думаю, ни один камень не даст столько прироста к ДПСу, сколько этот камень. Плюс 35% к урону по боссу, это шикарный плюс. Не пойму, почему и мало кто пользуется. В голову я поставил камешек на откат, для того, чтобы нам откатывать и берс откатывать, и... Столько сикболи. В тело и в ноги я поставил камешки на силу для нашего ДПСа. Так, шмотки показал, камни показал. Теперь давайте посмотрим куб. Естественно, наше оружие это горнила, для повышения урона по боссу. Проклятые штаны господина Яна, это самая полезная вещь для данного билда. Ммм, персик просто. Также обсидиановое кольцо зодиака. Ну, это для нашего повышения отката наших скиллов. Теперь давайте посмотрим наши пассивки. Первая пассивка, которая стоит у меня в шее, это стальные нервы. Это как бы наша вторая жизнь. Вторая пассивка остервенение. Это для быстрого добивания боссов, элиток. Она очень хорошо работает. Пассивка Ярость берсерка и Буйство, это для повышения нашего ДПСа. Ну и последняя пассивка повышает нам быстрее откатывать наш гнев берсерка. Теперь переходим к нашим основным скиллам и наш основной скилл, который мы наносим урон. Мы просто летаем туда-сюда, летаем-летаем-летаем. Это, конечно же, вихрь. С руной Кровавый вихрь. Спасибо этой руной мы отжираем себе хп. Второй скилл. Угрожающий крик. С руной Замешательства. Спасибо этой руне. Когда мобы, боссы, элитки попадают под данный крик, мы наносим им на 25% больше урона. Данный скилл, в принципе, очень активно откатывается. И потому, когда мы валим противника, противник почти постоянно под данным дебафом. Боевая Ярость с руной Кровопролитие. Ну, тут, думаю, ничего рассказывать не нужно. Данный скилл используется давно и постоянно. И руна, как была эта руна, так и осталась. То самое касается и гнев берсерка с руной Безумие. Тоже им постоянно пользуются. И руна этой тоже постоянно пользуется. Тут нечего рассказывать. А вот скилл Стойкость к Боли с руной Блаженное Неведение. Это наша супервыживаемость. Главное выбить хороший пояс. И последний скилл, это для меня самый спорный скилл. Все билды, которые я смотрел, брали этот скилл с руной Череда Убийств. Когда мы кастуем этот скилл на 5 секунд, плюс 8 к шансу крита. Вроде бы очень супер классно. Но тут есть такая руна, сокрушительное преимущество. Как по мне, здесь не очень четкое описание написано. Вот давайте почитаем. Внимательно. В течение 5 секунд после активации умения. Сверхсила. Варвар перенаправляет на атакующего 35% урона, получаемого в ближнем бою. И вот какой у меня вопрос. Эти 35% перенаправляемого урона, он их получает, или сразу перенаправляя, тем самым он не получает на 35% меньше урона. Мне вот почему-то кажется, что на протяжении 5 секунд варвар получает в ближнем бою на 35% меньше урона. Эти полученные 35% перенаправляют в противника. Если эта руна работает так, как я думаю, тогда я думаю, эта руна гораздо круче той руны, которая дает шанс крита. У нас в принципе и так неплохая шанс крита. Ну и на этом в принципе все. По шмоткам рассказал, по камням рассказал, по скиллам рассказал. То, как данный билд работает в битве. Видео будет отдельно. Смотрите, ссылка будет либо в описании, либо в конце после этого видео. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Кому видео было чем-то полезным, ибо оно вам понравилось, ставьте лайки, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok